Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале, на канале с клиническим психологом. Друзья, сегодня у нас тема созависимые отношения. Созависимые отношения, которые дают вам возможность, либо не дают вам никакой возможности реализовывать ту жизнь, которую вы хотите создавать. Созависимые отношения бывают с родителями, бывают с близким человеком, бывают с партнерами по бизнесу, бывают вообще в принципе с людьми, с которыми вы имеете тот или иной контакт. Друзья, те люди, которые имеют созависимые отношения, они изначально обречены на что, как вы думаете? Они обречены на неудачу и они обречены на неуспех в жизни. Почему так происходит? Потому что люди, которые входят в порочный круг зависимости, очень быстро выгорают. У них сложные отношения с миром и они зависят либо финансово, либо эмоционально, либо интеллектуально, либо физически. Этим людям очень сильно не хватает в жизни реализации. Той самой реализации, которая нужна для того, чтобы встретить партнера, для того, чтобы реализоваться в бизнесе, для того, чтобы реализоваться как личность. Созависимые отношения создают условия, в которых вы получаете симптом, синдром самозванца, симптом тревожника, симптом человека, который изначально не способен к нормализации гормона стресса. Созависимость возникает тогда, когда у вас нет уверенности в себе, у вас нет уверенности в будущем, у вас нет понимания, что такое настоящее и как работать с настоящим моментом. Есть такая история, как повышенная тревога и повышенная тревога дает тягу к сладкому, дает тягу к порочным отношениям, дает тягу к жизненным каким-то моментам, которые не дают вам качественно себя чувствовать. Также, друзья, очень важно для людей, у которых есть созависимые отношения, начать работать с состоянием кризиса. Что значит состояние кризиса? Это значит, что у вас в жизни происходит что-то, что вы не можете принять, что вы не можете отвергнуть, либо что вы не можете включить в свою жизнь, как что-то приятное и что-то замечательное. Созависимые отношения возникают при условии недоверия себе, своему телу, недоверии вообще своим отношениям в жизни. Что нужно делать для того, чтобы убрать это неприятное состояние, что нужно делать вообще в принципе? Мы с вами будем говорить про такое состояние, как я люблю, я хочу, я могу, я делаю. И именно при состояниях я могу, я хочу, я делаю, вы получаете наилучший, наибыстрый, наипрекраснейший результат. Созависимые отношения возникают тогда, когда много неуверенности, когда много тревоги и когда вы не знаете, что будет дальше и для чего, собственно говоря, ваша жизнь. Созависимые отношения будут разрушать паттерны вашей жизни, потому что или для того, чтобы вы изменили полностью понимание, что есть вы и что есть ваши симптомы. Симптомы неудовлетворенности, симптомы стресса, симптомы триггеров, симптомы повышенной тяги. К чему повышенная тяга? Это могут быть совершенно разные вещи. Друзья, снова с вами Алена, вы на моем канале. Сегодня мы с вами вечером будем разбирать истории, как выйти из порочного круга созависимых отношений и как, собственно говоря, реализовать свою жизнь без зависимости.